Предстоящий праздник, посвященный Дню защиты детей в администрации Уфы, называют грандиозным. 31 мая общегородское мероприятие пройдет на площади перед Конгресс-холлом и объединит в себе порядка 20 тематических площадок, организованных профильными комитетами. Дети и взрослые смогут поучаствовать во всевозможных мастер-классах, стать актерами в театрализованной игре, посетить книжную выставку и даже обладеть приемами самозащиты. Также у родителей будет возможность проконсультироваться у психологов, логопедов и социальных педагогов. Если есть у взрослых какие-то вопросы, которые они стеснялись задать, из-за отсутствия времени не могли это сделать, педагогам социальным, например, психологам или логопедам, они смогут это сделать. Дети смогут сдать нормы ГТО. Это все можно будет сделать на наших тематических площадках. Празднование Дня защиты детей продолжится 1 июня. Каждые семи районов города планируют насыщенную программу с концертами, конкурсами и всевозможными развлечениями. Однако праздничная повестка пресс-конференции продолжилась менее радостными, но не менее важными поводами. Сотрудники отдела пропаганды ГИБДД рассказали, что на сегодняшний день зафиксировано уже 78 ДТП с участием детей, из которых два с летальным исходом. Одно из них произошло буквально накануне. Основной учитель для ребенка все-таки это родители. Он на его примере будет совершать те же ошибки или совершать те же поступки, которые делает его родитель. Не нужно учить ребенка, нужно начать с себя каждому родителю. То есть, если вы сели в автомобиль, вы должны пристегнуть ремень безопасности. Вышли на улицу, дойдя до пешеходного перехода, не просто уткнувшись с телефона, мы переходим дорогу, а посмотрели по сторонам, убедились в собственной безопасности и начали переходить дорогу. В ходе пресс-конференции также поднимались вопросы летнего отдыха и проведения досуга детей и подростков. С 1 июня начнут работы центры дневного пребывания. Дети смогут ездить на экскурсии по городу и республике. Откроют свои двери и муниципальные оздоровительные лагеря. Кроме того, школьники смогут немного заработать. В школах города, их у нас 128, будут предоставлены возможность нашим детям среднего школьного возраста и старшего школьного возраста работать в трудовых объединениях. Эти трудовые объединения работают с двухразовым питанием, то есть дети в школе завтракают и обедают. Кроме того, дети могут заработать заработную плату. В завершении общения с журналистами представители администрации напомнили, что в связи с проведением общегородского праздника с 8 вечера 30 мая до 3 часов следующего дня будет перекрыто движение по улице Закивы-Леде в районе телецентра. Михаил Мирошниченко, Тимур Гельманов. Столичные новости.